Всем привет дорогие мои! Сегодня мы будем делать гидрофильное масло. Все здесь есть уже в наборе. Этот набор я покупала в интернет-магазине Зульфия. Как я ходила в интернет-магазин Зульфия и закадровая работа интернет-магазина, есть отдельное видео, вы можете посмотреть. Ссылочка будет внизу в описании. Гидрофильное масло превосходно очищает кожу лица и тела, также снимает макияж. Такой здоровый способ очищения кожи сохраняет природную, водную, липидную мантию кожи. Итак, что же у нас в этой коробочке? Есть инструкция, есть наклейка, для того, чтобы мы потом наклеили и написали дату. И затем уже есть сам флакончик для гидрофильного масла, который мы сделаем. И самые непосредственные ингредиенты, которые упакованы каждый отдельно. И для того, чтобы это сделать, мы сначала будем читать инструкцию. Сейчас я посмотрю, скажу вам что. Кстати, перчаточки я одела. Технология. Изапилируем, спетом, дезинфицируем рабочее место. Флакончик тоже протрем для большей дезинфекции. Все как положено. Открываем флакончик для большего удобства, чтобы сразу подготовить и заливать. В бутылочке смешать масло и полисарбат 80 втрахнут для лучшего смешивания компонентов. Касторовое масло вводим. Все 10 мл, которые здесь есть. Масло виноградной косточки 15 мл сюда ввести. Очень, кстати, получится небольшая баночка, удобная с собой брать в косметичку. И сразу, кстати, сейчас делаем и попробуем. И теперь вводим полисарбат 80 в 5 мл. Кстати, ссылочку на этот набор гидрофильного масла я вам оставлю под видео. Чтобы вы его не искали, сразу же, перейдя по ссылке, могли заказать. И всем рекомендую этот интернет-магазин Zulfiya. Там очень классные цены и очень хорошие предложения. Помимо ингредиентов, есть описания, советы, как все сделать самим дома. Настоящие, полезные, органические. Все под вашим контролем и присмотром для себя любимых. Теперь все масланы нужно взболтать. Вот что у нас получилось. Такое вот масло. Закроем дозатором и будем пробовать на эффективность. Сам дозатор с крышечкой очень удобно. В крышечке есть такое вот отверстие, куда вот так вот надевается. Масло дышит. Доза так дышит. Ладно, давайте пробовать. Способы применения. Классические. Масло нанести на сухую кожу, равномерно распределить кончиками пальцев. Далее мокрыми ладошками начинать смывать образовавшееся молочко раз за разом, ополаскивая ладошки и снова смывая молочко с кожи. До тех пор, пока вода с ладошек не станет прозрачной. И экспресс-способ на влажный ватный диск нанести гидрофильное масло. Этим диском очистить лицо крововыми движениями. По сути это умывание молочком получается. Ополоснуть лицо и освежить его мицеллярной водой или гидролатом. Вот. Но мы выбираем самое интересное, да. Поэтому я вам покажу, какой это фокус получается, если и нанести масло, а смыть молочко. Перчатки мы снимаем, удаляемся для приготовления ванночки. Буду показывать вам фокус. Ну что ж, наносим гидрофильное масло. Я сейчас с макияжем, так что посмотрим, как это масло работает с макияжем. Набор для мицеллярной воды в интернет-магазине Zulfia тоже есть. Так что, кто бы хотел сделать мицеллярную воду, но не хотите покупать все ингредиенты отдельно, можете заказать набор для мицеллярной воды. Стоит очень дешево, немного дешевле, чем обычная мицеллярка в магазине. Ссылочка на интернет-магазин Zulfia, напомню, находится под видео, как обычно. Ох, такая жирность, но эта жирность заботится о коже. Теперь смотрим на меня и смотрим в миску с водой. Смывается, видите, беленькая. Не знаю, что это за картинка получится, но я хочу сделать это наглядненько. Мне нравится, и жирности не остается, остается такая влажность, как будто после кремчика. Вот, даже помада хорошо смывается. Если честно, от этого масла я не ожидала настолько классной реакции. Видите, кожа такая свежая, свежая-свежая. PH кожи не разрушает. Отличное средство, всем рекомендую, до новых видео. Пока-пока.